Музыка Всем привет! Друзья, сегодня я приготовлю очень вкусную закуску, а именно селедочный паштет. Закуска по этому рецепту готовится легко, просто и быстро. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком рецепте и обязательно ставьте лайки. Давайте начнем готовить! Селедку для рецепта я уже заранее подготовила. Я ее разделала на филе, нарезала на кусочки. Как засолить селедку и разделать ее на филе, вы можете посмотреть на моем канале в моих видео. Ссылки я оставлю в описании под этим видео. Селедку я отправляю в чашу блендера. Музыка Сюда же я добавляю сливочный плавленый сыр. Я его также нарезала на кусочки. Музыка Морковку я заранее отварила. Понадобится небольшая морковка. Также нарезаю ее на кусочки в чашу блендера. Музыка Чаша блендера у меня небольшая, поэтому я буду все перебивать порциями. Чашу закрываю крышкой и все перебиваю в однородную массу. Музыка В эту же чашу нарезаю вареное вкрутое яйцо. Музыка Для свежести добавлю кисло-сладкое зеленое яблоко. Музыка Добавляю мягкое сливочное масло и снова все перебиваю в однородную массу. Музыка Полученные массы я переложила в миску. Теперь все хорошо перемешиваю. Музыка На этом этапе паштет попробуйте по вкусу и по желанию добавьте соль по своему вкусу. Я соль добавлять не буду, меня вкус устраивает. Добавлю немножко черного молотого перца и все хорошо перемешаю. Музыка Селедочный паштет готов. Вы только посмотрите, какая получилась красота. Паштет воздушный, очень нежный. Посмотрите, какой он получился консистенцией. Вот так вот он намазывается легко на хлебушек. И в таком вот виде можно наслаждаться его замечательным вкусом. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления блюда и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!